Уважаемые коллеги и товарищи, сегодня мы поговорим о развитии народных предприятий в России. Труд – отец богатства, говорил Адам Смит, икона западной либеральной экономической мысли. Тем не менее, ни для кого не секрет, что в последнее время социальное неравенство достигло своего апогея. Французский экономист Томас Пикетти в своем нашумевшем недавно труде «Капитал в 21 веке», фактически ремейк капитала Карла Маркса, доказал, что темпы роста доходов на капитал, за редким исключением, превышают темпы роста волового внутреннего продукта и, следовательно, заработной платы. При этом подчеркивая, что без экономического неравенства невозможен экономический рост и инновации, он утверждает, проблема заключается в масштабах неравенства. Сегодня капитал наиболее обеспеченных людей планеты растет в три раза быстрее средних доходов оставшегося населения. Вот и наш рабочий класс все чаще восклицает, что так больше жить нельзя, обращая внимание на разницу в доходах. Она критическая, в 35 раз. При этом 1% толстосумов владеют 95% национального богатства. Какой же выход? Децентрализация капитала. Еще в 1998 году в России вступил в силу федеральный закон об особенностях правового положения акционерных обществ работников, народных предприятий, который дал зеленый свет коммерческим организациям и, в частности, их руководителям на децентрализацию своего капитала. 70% уставного капитала предприятий после его преобразования в народное переходит в собственность его работников. Другими словами, мудрый лидер, руководитель предприятия, руководствуясь данным федеральным законом, может раз и навсегда замотивировать своих сотрудников на эффективную и плодотворную деятельность и тем самым стереть все разногласия, связанные с доходами. Все будет целиком и полностью зависеть от деятельности самих сотрудников-акционеров. Любому здравомыслящему человеку понятно, что сотрудник, который полностью сознает, зачем и во имя чего занимается той или иной деятельностью, будет работать во много раз тщательнее и со всей степенью серьезности относиться к своему делу. Сама возможность не просто выполнять должностные обязанности и поручения высшестоящего руководства, а участвовать в управлении предприятием, распределении финансовых потоков, поможет услышать голос каждого на местах. И это не придуманные на коленке доводы, а подкрепленные четкими обоснованиями грамотно сформулированные предложения специалистов в этой отрасли. 150 лет назад Карл Маркс писал, что рабочий свободен лишь тогда, когда он является владельцем своих средств производства. Это возможно в индивидуальной или коллективной форме. Индивидуальную форму владения экономическое развитие преодолевает и с каждым днем будет преодолевать все более. Остается, стало быть, лишь форма коллективного владения. Конец цитаты. Практика применения этих пустолатов говорит сама за себя. Только в США в компании, принадлежащих работникам, трудится около 14 миллионов человек. Тем более символичны слова бывшего президента США Рональда Рейгана о том, что миллионы американских рабочих, являющихся собственниками своих компаний, лучший ответ Карлу Марксу. Если говорить о практических примерах принятия таких серьезных фундаментальных решений, стоит вспомнить слова, сказанные еще в конце 80-х годов президентом такой крупной компании, как Дюпон, Джоном Кроллом, о продаже своим сотрудникам акций компании на льготных условиях. Хочу, чтобы все, кто работает в компании, являлись ее инвесторами, чтобы их личное благосостояние зависело напрямую от успеха в компании. Надо сказать, что в послевоединенной России путь народных предприятий был не самым легким. Но тем коллективам, которые даже несмотря на непростые ситуации удалось сохранить профессионализм, целостность и устремление в деле их объединяющим, стоит отдать должное и честь за веру в победу. Это совхоз имени Ленина Грудинина в Московской области, народные предприятия Знамя в Свердловской области, агропромышленный мясоперерабатывающий комплекс предприятий Казанкова в Мариэл и другие. Пока их всего около двухсот. КПРФ, наш лидер Зюганов, не раз пропагандировали опыт народных предприятий, в том числе и на встрече с президентом страны Путина. Что именно в период кризиса народные предприятия не просто выжили, но и улучшили повсеместно свои показатели. Мы просто хотим привести в пример эти и другие предприятия, организационно-правовая форма которых не только не позволила огромному натиску кризиса сломать и раздавить ее в зародыше, а, напротив, нарастить обороты и показать выдающиеся результаты своей работы. Несмотря на эти непростые времена, большинство народных предприятий оценивали свое экономическое положение как хорошее или вполне удовлетворительное, когда предприятия с другими формами собственности, к сожалению, канули в лету. Выручка сохранилась на докризисном уровне, как и численность персонала. Средняя зарплата также не снижалась, а на некоторых предприятиях возрастала. Отличительной особенностью народных предприятий является постоянная модернизация производства. Это оправданные самими акционерами действия позволяют сохранить на должном уровне и упромножить свои успехи, и быть на стороне на острие научно-технического прогресса. Стоит упомянуть и тот факт, что ряд крупных народных предприятий с многолетней историей является не только градообразующими предприятиями, но еще и крупнейшими налогоплательщиками в своих регионах. Только вдомайтесь, в период, когда отрицательное влияние на экономику не только региона, но и всей страны доведено до критического максимума, народные предприятия не ухудшили и без того плачевные положения некоторых своих регионов, а в результате своей работы помогали стабильными, выплачиваемыми в полном объеме налоговыми платежами, иногда даже досрочными, в виде авансовых платежей по просьбе местных властей. Это ли не чудо и та самая надежда нашей экономики? В качестве показательного примера стоит упомянуть Акционерное общество работников Народные предприятия Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат им. Титова. Переведем некоторые факты и биографии этого предприятия. Это лидер целлюлозно-бумажной промышленности России, второй крупнейший налогоплательщик после ОАО «КамАЗ» города Набережные Челны, а также входит в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Татарстана. Общая численность работников комбината порядка 1800 человек. Оно превышает регионального уровня на этом предприятии по оплате труда в два раза. Размер собственных инвестиций исчисляется сотнями и тысячами миллионов рублей. Похожие результаты и на предприятиях Казанкова, где только оборот за год составил около 13 миллиардов рублей и выплачено в виде налогов к казну 1 миллиард. Это говорит о многом. Этими результатами стоит гордиться. Как говорил лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, народные предприятия – панацея для экономики страны. Безусловно, следуя такому курсу, наша страна и, в частности, ее экономическая сфера действительно может достичь очень хороших результатов. Конечно, если также будет внедрена и плановость в экономику. Работник предприятий любого размера – это прежде всего человек. Человек, который хочет лучших условий жизни для себя, своей семьи, родных, близких, друзей. Каждый уважающий себя работающий человек имеет цель выполнить обязательства также и перед старшим поколением, которое прожило свою жизнь на достижении гармонии в стране и мире, где мы живем, обеспечении наиболее комфортной жизни людей. Акционеры народных предприятий – яркий тому пример. На собственные средства они строят детские сады и школы, дома для своих работников, бесплатно раздают им квартиры, содержат детские лагеря, санатории-профилактории, оздоровительные центры. Всем этими благами работники народных предприятий и их семей могут пользоваться на льготных, практически безвозмездных условиях. В среднем на социально-культурные нужные акционерные общества работников направляют ежегодно не менее 30% своей прибыли. Также не стоит забывать и о том, что по достижении работников пенсионного возраста и, соответственно, его выхода на пенсию, предприятие обязано выкупить все принадлежащие ему акции, что бесспорно будет являться очень неплохой прибавкой к пенсии. В зависимости от масштаба предприятия и среднерыночной стоимости его акций, такое выходное пособие может исчисляться десятками и сотнями тысяч рублей, на которые уже бывшие акционеры могут поправить свое здоровье, приобрести недвижимость или автомобиль, вложить в банк для еще большего накопления средств. Развиваясь упорно работой и достигая своих целей, жить в таком обществе – это действительно великая ценность для каждого. Ведь воспитывая подобные моральные и нравственные ценности, мы сами закладываем семена и вклад в умы наших детей, будущих поколений. Проведя в последние годы несколько парламентских слушаний, круглых столов Государственной Думы, в Торгово-промышленной палате Большой Международный форум, КПРФ подвело итоги этой работы на Пленуме в прошлом году. И в результате Оргкомитет из руководителей народных предприятий Урала, Липецкой области и Татарстана на последней встрече в декабре 2016 года принял решение о создании Национального союза народных коллективных предприятий. Сейчас он проходит процедуру регистрации. Цель работы Союза – популяризация формы народных предприятий, внесение поправок в законы о народных предприятиях с тем, чтобы большее количество предприятий могло быть преобразовано в народные. Мы предлагаем объявить 2017 год годом народных предприятий в России и обратиться к главным регионам, чтобы в каждом субъекте Федерации было как минимум одно народное предприятие. Нужна также федеральная целевая программа поддержки народных предприятий, что сделает экономику России более устойчивой. Ведь на наш взгляд они могут занять нишу так называемого среднего бизнеса. Коллеги, рекомендуем саму форму и наш союз народных предприятий местным властям ваших регионов. Он внепартийный и будет служить укреплению экономики России. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин